Всем привет, друзья, вы на канале Slovat United, меня зовут Эмили, мы продолжаем нашу карьеру за Наполе, нашу карьеру на максималках, и Наполе, да, рвется в чемпионате Италии к победе, но Холланд обогнал Кайра Алберта в списке бомбардиров, пока на один мяч. Кайра Алберта в последнем матче сделал хет-трик ворот Сесуола, но знаете, что сделал Эрлинг Холланд? Он сделал гексо-трик, гексо-трик, тут просто от Болонии ничего не осталось, Холланд их просто уничтожил, XG556, они их просто съели, сожрали, жесть, это реально жесть, и с этим самым Интером мы сразимся в финале Кубка Италии. Этот матч будет, ну, наверное, в следующей серии, в этой серии мы сразимся с Манчестер Юнайтед, ну, а в следующей серии решится судьба Кубка, ну, я думаю, что в следующей серии уже решится судьба чемпионства, я надеюсь, нам удастся чемпионат выиграть, ну, в любом случае, там два матча останется до конца, и это разрыв шесть очков, на данный момент разрыв, ну, вы видите какой, и, в общем-то, еще пока нам не все гарантировано, но в случае победы, там, в следующих нескольких матчах, два матча выиграем, если то, уже будем чемпионами. По логике это так, то есть, если мы обыгрываем Специю, и если мы обыгрываем Венецию, да, получается, мы можем рассчитывать на чемпионство, но это не точно, это не точно, тем не менее, сегодня у нас Манчестер Юнайтед, Специя и Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед соперник, понятное дело, жесткий, у них, правда, что интересно, компьютер умудряется разорять даже такие мощные клубы, как Манчестер Юнайтед, у них на банковском счету минус 231 миллион, это на самом деле очень много, при том, что финансы у них, конечно, в норме, но доходы от спонсорства УМЮ 193 миллиона, то есть, в случае, там, даже если Манчестер Юнайтед завершит этот сезон, он получит только 193 миллиона, а денег-то не будет, денег-то не будет. И вот, интересно, у Сити какая ситуация, у Сити, кстати, 67, у них финансовые сбытки, у них все в порядке, они так не тратят. У Челси 140 миллионов минус, то есть, многие клубы в жестком минусе находятся, кто-то вот в избытке типа Вестхэма и Челси, вернее, и Манн-Сити, а кто-то как Манн-Юнайтед, Челси, Ливерпуль теряют, и здесь действительно есть некоторая закономерность, Допустим, Ливерпуль несколько сезонов играл, был на 9-м, на 11-м, на 10-м местах, и это очень пагубно сказывается, потому что зарплаты у игроков, там, огромные, то есть, тренд, там, 245 зарабатывает. Какой-нибудь, ну, вот, если посмотреть на их состав, да, там, наверняка, Каннибал Меджри, ну, он 98, он не так уж много получает, но в целом, там, 275 тысяч, это нормальные зарплаты в таких клубах, как Ливерпуль. Вот, у них сейчас, ну, у них средняя зарплата 42 тысячи, они пошли все-таки на это сокращение, а у Юнайтед средняя зарплата 94 тысячи, хотя Юнайтед не проваливался сильно, ниже 4-го места не падал, то есть, доходы от ЛЧ он получал регулярно, и в турнирах, в турнирах, в общем-то, побеждал. Так, они, ну, вот, выигрывали Лигу Чемпионов в 32-м году, не так уж давно, если честно. Побеждали, там, Кубки Англии, все-таки были у них победы трофеи, в 31-м году тоже выигрывали Лигу Чемпионов. Но так как давно не выигрывали, видимо, у них пошел провал по деньгам, и сейчас им нужно будет избавляться от игроков. Но если у тебя Влаховичу 35 лет, Решфорду 37, при том, что оба зарабатывают там какие-то немыслимые, совершенно колоссальные деньги, они выставили Решфорда на трансфер, и он присоединится к Ювентусу. Ну, после завершения контракта, там, наверное, зарплата будет еще меньше, но, в общем и целом, Юнайтед нужно как-то от стариков избавляться. У них там пожилой Джейден Санчо еще бегает, у которого зарплата 300 тысяч в неделю. Это жирно, это очень жирно. И если при таких раскладах не выигрывать Лигу Чемпионов, ну вот, Анель Зунгу, например, очень скоростной футболист, правша, на правом фланге действует, 425 тысяч зарплат. Зарплаты жирные, зарплаты реально жирные, даже, причем, у каких-то игроков, которые кажутся весьма и весьма средненькими. Но зпхи бывают прям серьезными. Ветераны, пожалуйста, Распадори 220 тысяч зарабатывают. Он же не играет близко на эти 220 тысяч, он на один гол забил, там, два матча, 8 выходов на замену, у него зарплата огроменная, и, само собой, никто этим игроком не интересуется, его никто просто не сможет перекупить, потому что у него огромная зарплата. Вот этот парень похож на Харри Магуайра, то есть Реген Магуайр, такой Джей Винтер. Наверное, когда он приходит утром на тренировку, все шутят, типа, о, Винтер из камен, зима близко. Ну, кстати говоря, им заинтересована Барселона, я думаю, что этот МЮ может спастись и выкарабкаться за счет успешных продаж футболистов. А по покупкам и продажам они умудряются еще и в убыток себе покупать, то есть берут игроков, там, за 84 миллиона, Борхо, Пираль, ну, футболист, конечно, неплохой, спору нет, но дороговато. А продают, ну, в общем, весьма неплохих игроков за довольно скромные порой деньги. Ну, да, это, как правило, возрастные уже футболисты, которым не находится место в основе. У 34-летнего вратаря за пятнашку продали, это, в общем, неплохо. Но нужно искать, наверное, какие-то другие варианты Man United. Хотя нам сейчас не до этого, у нас сейчас идет подготовка к именно United, и мы должны думать, как им противостоять. Я выберу вот такой состав. Митчелл, конечно, хозяин Челси, вы это видели в прошлой серии, но сейчас задача Митчелла – это закошмарить Man United. Получится ли? Ну, не будем откладывать дело в долгий ящик, давайте посмотрим. Отмечу некоторые моменты. У нас получил тяжелую травму Сантана, выбыл, ну, на 9 недель, и на зарену Милицианова был на 2 недели. Ну, будем уже считать, что обоих мы потеряли до конца сезона. Они нам... Ну, Милициана, может быть, если мы выйдем в финал Лиги Чемпионов, восстановится и там нам поможет, но это уже вряд ли. И восстановился Голец, Голец восстановился, но остальные... Ну, получили мы еще дополнительные травмы, и поглядим, как справимся. Я жду положительного результата в первой встрече, а точнее, только победы. Вот так настроим ребят. Матч, конечно, мы начинаем... Вернее, первая игра проходит в гостях, и тем страшнее для нас. Но я надеюсь, что ребята не ударят в грязь лицом, несмотря на кадровые потери, должны показать себя. Атакует... Атакует Манчестер. Винсент. Кайл Винсент, очень хороший крайний защитник. Кстати, ну здесь раскатали, и молоча спасает ворота в броске, в подкате. Удивительно. И, может быть, сработает знаменитая футбольная мудрость, не забьешь ты, забьют тебе. Нет, здесь Харри Магуайр, Ака Винтер, Джей Винтер зарабатывают желтую. Но по желтым 2-1 впереди Манчестер Юнайтед. И это, кстати, для нас хорошо. Но по фолам 4-2 в пользу в кавычках МЮ. МЮ много фолит, много нарушает правила. Конечно, мы стараемся не ошибаться прежде всего у своих ворот. Грасси! Как? Как ты не забил Стефано? Ну, выход был шикарный у Стефана Грасси. Тем не менее, вот у нас один удар всего, это удар Грасси. Но по XG этот удар был самым тяжелым. Это был голевой момент. У Юнайтед был голевой момент в той куче Мале. Но Грасси... Грасси, конечно, как никто был близок к воротам. Тем не менее, счет не изменился. Угловой подает Манчестер Юнайтед. Решфорд, Брюнель четко играет главой на вынос. И вот сейчас прессингует Митчелл уже соперников. Пираль. Ой, как Решфорд вырвался. И здесь Решфорд упал! Решфорд упал! И, возможно, это тяжелая травма. Жалмир мяч выбивает в аут. Дидю там очень серьезно так прошелся по Маркусу Решфорду. Здоровье Маркусу. Ему здесь 37. Это уже ветеран. И какую грубую ошибку допускает Молоча! В первом тайме он спас команду! Санчо появился вместо Решфорда. Еще один ветеран. В первом тайме Молоча спас команду. Сейчас мог очень жестко подвести. И ведь не поспоришь. в этой ситуации. Деклан Райс находит Грасси. Грасси с Брюнелем играет. Брюнель находит Дидю. Дидю можно простреливать. Есть подача. Но вратарь играет не совсем уверенно. Райс на подстраховке. Будет еще одна попытка. Драгош. Подача. Митчелл удар головой. Мимо. Да, Митчелл думает, где Челси? Где мои парни, которым я могу забивать в любое время дня и ночи? Влахович идет вперед. Подача. Хорошо здесь справляемся. Но атака еще не завершена. Манчестер Рюнайтед вроде бы все контролировал. Но Драгош на перехвате был хорош. И сейчас важно перейти в контр-атаку. Важно что-то придумать. Дидю это делает. Королев. Денис Королев в центр. Гарси видел забегание Дидю, но пас был отвратительный. Молодча. Драгош. Хорош. Гарси. Райс. Из глубины пас будет? Не будет. Райс рисковать не стал. Забегание не увидел. Гарсия. Забегание увидел. Это Денис Королев. Примерно тоже было в первом тайме. Когда Грасси не реализовал выход. 1 на 1. А Денис Королев реализовал. Великолепный пас Гарсии из глубины. Гарсия выглядит уставшим уже измотанным и измученным. Но пас он этот выдал. И Денис Королев разобрался просто по-царски, по-королевски. Сначала сделал движение в одну сторону, смутил вратаря и потом поймав того на противоходе отправил мяч в сетку и у нас 1-0 на поле. У нас все неплохо. Драгош здесь до мяча доберется. Доберется. Доберется Драгош до этого мяча и стоит. И ждет. И играет вперед. Здесь Митчелл скидывает на Грасси. Грасси поборолся за мяч, но у Грасси уже очевидно не хватает силенок. Можно выпустить, конечно, Николу Мостик как вариант. Но гораздо эффективнее мне кажется перевести Королева вот сюда и усилить фланг. Ну, либо Гвардиолу в таком матче выпускать мы не будем. Мы выпустим Бледераколу и потребуем от него продолжить в том же духе. Вместо Гарси можно использовать Деклана Райса. Эн Йеди выйдет в опорную зону. Райса я менять пожалуй не буду, ну просто потому что его менять не на кого. Ну и очень плохо Митчелл сегодня, поэтому Кайра Алберта в концовочке все-таки выйдет. Бледеркола сделал навес, попал в руки Лавта Кариму, вратарю Манчестер Юнайтед. Карим выносит этот мяч на Джейдана Санчо, точнехонька Санчо. Здесь встретил сопротивление и сыграл в центр. Мяч уже на противоположном фланге. Винсент, рядом с ним Денис Королев, в зунгу падение. Ну, конечно же, конечно же, не может Судьяна составить без 11-метрового в концовочке. Назначен пенальти, разумеется, ну, честно сказать, я не уверен, что там он был. Ну, Вар показал, что был, значит, был, наверное. Санчо, у мяча Жоэлмир, мы в тебя верим, давай, Жоэлмир, тащи! Потащил! Потащил! Жоэлмир потащил этот пенальти! Да! Ну, при том, что у Юнайтед, да, колоссальный XG, ну, там и без пенальти, в общем, они нас по XG превосходили. Но, в общем-то, и целом, неожиданную, наверное, победу Наполи добывает. Ну, нет, если убрать пенальти, все-таки там превосходство в XG не такое значительное, моментов у Наполи было меньше, мы играли осторожно, мы играли от соперника, но, по сути, если говорить о прям уж голевых моментах, то голевой момент был в первом тайме, вот когда Молоча в броске спас ворот. Вот это был реально голевой момент. Ну, и, естественно, голевой момент был пенальти. Все. У Юнайтед не так много было голевых моментов. Выход у нас вот этот, в первом тайме, где Грасси в упор не забил, это был супер-голевой момент. Ну, и Королев вышел, Королев исполнил, Королев забил. Сыграли вы не лучшим образом, но я доволен результатом. Тут по-другому, наверное, и не скажешь. Вот полуфинальная стадия Лиги Чемпионов 0-0-0-1. Это к вопросу о том, что там люди сейчас писают кипятком от нового сезона РПЛ и говорят, какой интересный, качественный футбол пошел, сколько голов. Когда много голов, это говорит о том, что оборона дырявая, а не о том, что уровень футбола вырос. Вот, полуфинал Лиги Чемпионов просто на два матча один гол, потому что тут уже шахматы, тут уже просто, как говорится, кто как сможет. Вот Матвей Сафонов, кстати, на скамейке Барселоны сидит. Ну, ничего, сидит, сидит, дело свое знает. Удивительно, кстати, Назарена Милициана относится к куражу бомжей прохладно. впервые, честно говоря, такое вижу, но он, видимо, обеспокоен количеством предоставляемого игрового времени, ну, ты как бы сломался, чувак, поэтому такая проблема. При этом он считает, что наставник полностью заслуживает отличную поддержку со стороны коллектива, команды, но при этом не очень высокого мнения о тренере. Это как вообще? Это что? Что ему не понравилось, сказать, если честно, сложно. Но вот, вот человек недоволен, недоволен, сидит недовольно с травмой, еще две недели будет сидеть, и причем здесь кураж бомжей тоже непонятно. У нас очередной матч, специя в серии А, можем победить и стать чемпионами, но давайте я скажу, что устроите настоящее шоу. Наполе может стать чемпионом при условии, что другие результаты сложатся в вашу пользу. Ну, рано еще об этом говорить, я сомневаюсь, что Интер проиграет Аталанте, и именно это нужно, чтобы мы стали чемпионами именно в этом матче. Какая атака специи, и мяч попадает в перекладину, вот так вот на второй минуте ребята уже там о чемпионстве задумались, нужно приободрить команду, и может быть вот сейчас что-то получится Блядер Кола вообще в никуда. Эта подача шла, Мости, Мости может обострить, обыграть, не стал это делать, Гарсия находит Мости, Мости подавай, есть подача, но на Блядера Колу подача, это странно, подавать надо на Кайра Алберт. Альтанс делает заброс на Брюнеля, Кола, Стояновичу там не совсем удобно, но до мяча он все-таки добирается, Мости, Гарсия в касании, все быстро, дерзко, Брюнель, Кола, и вот здесь Якуб Голец, Голец, что придумает, выполняет подачу в район Стояновича, вратарь ошибается, игра Тюлени сейчас была мячиком головой, то туда, то сюда, Голец, момент, ну ни до кого мяч не добирается. Мости готов из аута мяч выбросить, Кайра Алберта, Гарсия, Эньеди, Мости, ускорится, ускорился, подача, Брюнель, ну, совсем примитивно, прямо в руки, вратарю. Кола выполняет подачу на Альтанса, и как? Кристоф Альтанс не забил, да, он оказался вне игры, но забивать он там был обязан. 0-0 со специи, вот так, грустно пока, первый тайм, ужасный, неприемлемый первый тайм, не заработая Альтанс удаление, ну, и тут, конечно, вопросики, вопросики, по поводу возможного перестроения в перерыве, почему бы и нет, собственно, Гарсию уберем, выпустим Пикколи, поставим его помогать, по, ну, пока вот так, выше, не максимально, сделаем, и Энъеди, Энъеди можно даже не бокс-тубоксом, а можно его с секунда-валанты использовать, так, мне кажется, будет довольно интересный ход, ну, и все, выпускаем команду на поле, вперед, Стоянович, можно из глубины искать вариант из передачи вперед, нашел Кайра Альберта, Альберта там был не в лучшую позицию, но Голец увидел, по всей видимости, забегание Бледер Колы, однако, Бледер до мяча не добрался, Карлсон мяч выносит, Легренци, вроде бы, здесь справляется, Жоэлмир на мосте, мосте, он тоже может увидеть забегание, и видит забегание, Кайра Альберта, конечно же, ну, как долго, Кайра Альберта тянул, защитник уже ближнюю штангу не проходит. Бледер Кола на огневой позиции, бьет стенку, а надо было в ворота, Бледер активен, но пока не результативен, как и остальные наши футболисты, Легренци, с убойной позиции выше ворот. Стоянович, Брюнель, Брюнель, забегание будут? Ну, нет, 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 не было забеганий, все было тихо, еще одна попытка, Стоянович, пас накрыт, Стоянович, еще одна попытка, возвращает владение, Стоянович, пиккали Кайро Алберто, ну, вот это было уже похоже на голевой момент, но Кайро Алберто пробил слишком примитивно, совсем несложный удар для вратаря. Кола, подача на Легренци, и Джордан на Легренци с углового все-таки забивает. Да, долго-долго мучились, и что-то, наконец-то, получилось, как в поговорке, так и произошло. Кола выполнил подачу, Легренци, ну, здесь хорошо от штанги, но попал на этот раствор, это самое главное. Под прессингом сейчас специя, ну, это хорошо, они ошибаются, благодаря нашему интенсивному воздействию. Эньеди находит пиккали, пиккали тонко на колу, кола наголится, голец может, но не стал рисковать, сыграл с Эньеди, вот заброс, пиккали, сам пробил, и очень мощно, кстати говоря, пробил. Вратарю пришлось к кошачьим прыжке мяч доставать. Кола, еще одна попытка подачи, Бьянчи на этот раз лучше выглядел, но вот здесь Кола смещается, Брюнель, Брюнель бьет не точно, Брюнелю нужно отдохнуть, Деклан Райс появится вместо него, Кайр Алберта, Кола, Эньеди, классная передача, и Стоянович, ну, надо было забивать молодому футболисту нашему, это и уверенности бы ему придало, ну, и, конечно, помогло бы нам при счете 1-0, чувствуешь себя неуверенно, Райс, Кайр Алберта, Стоянович, ну, здесь офсайд, здесь Стоянович забил, но было положение вне игры. Хорошо, заиграл Наполе, безостановочно атакует, специя от глухой обороны ушла, специя сама вынуждена сейчас атаковать и искать счастье у чужих ворот, раскрываться, и за это нужно карать соперника. Голец. Решил пока не карать, отложил кару, может быть и зря, вот заброс на Пиккали, Пиккали, может найти забегание Стояновича, прострел нужен хороший, качественный, Пиккали, он что сделает? Он решил примитивно пробить. Кола, ну нет, такие пасы не проходят, и здесь контр-ответ может быть у специи, но Иньеде все читает. Сегунда Валлант и чит позиция, не забываем про это, возможно мы эту схему и модернизируем, как раз Сегунда Валлант на постоянной основе. Райс, Кайра Алберта. Забегание не видит, бьет сам, бьет не точно. Очень нужен второй мяч, очень нужен второй мяч в воротах специи, это прям мастхэв, потому что любая контратака, любой полумоментик может завершиться голом. Ну вот в матче с Манчестер Юнайтед Наполе повезло, в матче со специи, ну всякое может быть, вот сейчас какая-нибудь глупая ошибка и гол, поэтому надо упрочить лидерство, надо забить, но пока это сделать не получается. Кола молодец, Кайра Албертон, там пикали штрафной, но отдать передачу на него прямо сложно. Кола пробил, пробил выше. Уставшего бледера Кола поменял Ёшка Гвардиол. Ну и надо сейчас надеяться на то, что не повезет специи вот в одной из этих последних атак и никто из наших защитников не ошибется. Пикали, Гвардиол, Гвардиол сам бьет, конечно, отвратительно. Последний шанс специи, угловой, на последней секунде Урбанский делает подачу, Райс разряжает обстановку, все, должен прозвучать свисток, время переиграно, но уже на полминуты, арбитр, судья, ну все, 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 наконец-то, все, победа, но я думаю, что чемпионами мы не стали. Разочарован нашим непостоянством, но бледеру Коля скажу, что ты сыграл просто здорово, молодец, ну чтобы он не расстраивался. Бывают в чемпионате Италии туры, когда не забивает ни Кайра Алберта, ни Эрлинг Холланд, это довольно редкое на самом деле событие и явление. Ювестабия, кстати, немножко обезопасила себя от вылета, поднялась в последних турах, ну и сейчас сыграла в ничью с Пизой, Пиза, конечно, повыше, непрямой конкурент, Пиза, Пизе вылет уже не грозит в любом случае, но Ювестабия все равно молодцы, я надеюсь, команда не вылетит. является ли Эрли Макс из Лестера нашей трансферной целью? Давайте я хотя бы гляну, кто это такой. Ну, смотрите, опорник с отбором 13, это уже маловато. Отбор должен быть на уровне там 16 хотя бы, чтобы мы кем-то заинтересовались. При этом, ну, пасек у него какой-никакой присутствует, но, если честно, не особо выдающийся. Да, у него хорошая концентрация лидерства, очень хорошие природные данные, классная скорость для опорника, ну, и, наверное, главное его преимущество это то, что он может совмещать позицию опорного с позицией правого защитника. Это хорошо, это круто, это здорово. Но, безусловно, здесь играет роль, здесь играет роль его, ну, так скажем, ограниченность. Да, вот он может быть центральным полузащитником, но нет дальних ударов, не особо он такой в этом плане выдающийся, да, то есть, его подключение мало что дадут, хотя игра без мяча у него, ну, тоже кое-как присутствует, но вопрос, да, сколько этот парень стоит? Этот парень стоит 64 миллиона, ну, там, может торговаться где-нибудь за 55. Нужен ли за 55 миллионов нам такой футболист, 27-летний немец? Ну, я не думаю, я не думаю, поэтому, само собой, что маловероятно, что мы будем этим футболистам как-то интересоваться. Удивительно, мы выиграли первый матч против Манчестера Юнайтед, чего я не ожидал, и сейчас надо закрепить успех во второй игре, и она уже будет у нас дома, моральное преимущество, и по идее, скрипты должны быть на нашей стороне. Ротация наша все, дали футболистам отдохнуть в матче со Специей, тем, кто играет сейчас, и ребята рвутся в бой, момент, кстати говоря, Мости, отличный прострел, Митчелл ударил поворотом, до мяча добрался, и там только защитник смог справиться, а сейчас Митчелл пробил головой, вот Митчелл в этом матче прямо на ворота заряжен, он не забил в прошлом, был, в общем, так, незаметен, даже потерян, но сейчас он зол, и он забивает, 2-0, 2-0, ребята, во втором полуфинальном матче Лиги Чемпионов, Гарсия выполняет подачу, Гарсия, которому, да, 5 миллионов стоит по версии футбольного менеджера, вообще 3 копейки, человек ассисты делает в полуфинале Лиги Чемпионов, и уже не первый год, но, вот, игра считает, что дешевый футболист, раскуплен был за 3 миллиона, значит, должен стоить 5, не больше, но всеми силами это опровергает сейчас Гарсия, момент у Дениса Королева, Королев пробил, пробил, вратарь грамотно выдвинулся, и справился с этим ударом, но Денис Королев будет еще выполнять подачу, сейчас Митчелл мог добраться, не добрался, Грасси, мяч потерял, Желмир осуществляет вынос на Смита, здесь уже прессинг от Дениса Королева, и нужно, нужно оказать давление, необходимо оказать давление, необходимо здесь позаботиться о том, чтобы мяч никому не достался из соперников, Мости, Винсент, Пираль, удар будет, Винтер заблокировал Дидю этот удар, молодец, Гарси выполнил подачу, Митчелл мог забивать второй гол, Гарси мог зарабатывать второй ассист сейчас, самая концовка первого тайма, Грасси развернулся, находит Дениса Королева, и был ли здесь офсайт, был ли здесь офсайт, вот в чем вопрос, вот в чем загвоздка, и хочется верить, что не было офсайда, Денис Королев гол в раздевалку забивает в ворота Манчестер Юнайтед, и ну, сейчас нам покажут наверное линии в момент передачи, ну, кажется, что все было очень, прям на тоненького, прям вообще милипиз... Да, да был офсайт, был, был, был офсайт, нога Королева, вот, ну, я бы этот гол не засчитывал, если честно, потому что офсайт был, нога Королева прям торчала за этой линией, я уже не знаю, как там судьи провели линию, но мне показалось, что прям был офсайт даже без повтора, а на повторе он уж был очень явный, и, ну, видите, вар ошибается в игре, иногда даже в твою пользу ошибается, может быть, это тоже помощь от скриптов, не расслабляйтесь, иначе, иначе МЮ накажет. Митчелл зарядил мяч на чужую половину поля, и здесь наши ребят сразу оказывают прессинг, ну, такой прессинг довольно вялый, тем не менее оказывают, Джоэл Мир, давай без глупостей, вынос пошел, до, до своего коллеги, до Лавта Карима мяч, доставил Джоэл Мир, ну, и атака Манчестер Юнайт, этот Рэшфорд вышел на замену, вместо Санчо Ферли, выход к воротам, удар, очень здорово, очень самоотверженно, Иван Молоча сейчас сыграл, спас ворота, молодец, Молоча в какие-то вот такие вот моменты, иногда успевает за счет скорости, закрыть, перекрыть, и сейчас головой Молоча играет здорово, но Королев здесь был не так расторопен, и Ман Юнайтед захватывает мяч под контроль. Рэшфорд, Рэшфорд врывается в штрафную, бьет, но здесь уже, здесь уже Дидю, Василь Дидю, с мячом разбирается, спасает, Райс выносит, и нужно бороться за мяч, сразу оказывать давление, Мю во втором тайме добавил, ощутимо добавил, и приходится туго нашим парням, они обороняются, они больше о своих воротах сейчас беспокоятся, но вот заброс пошел на Митчелла от Гарсии, бить отсюда сложно, но можно дать передачу, и Денис Королев пробил, офсайда, кстати говоря, не было, Митчелл под удар великолепно дал Денису Королеву, но Денис, к сожалению, не забил, Денис снова с мячом, заброс на Грасси, на этот раз, и, здесь уже вратарь выручает, да, только мы сказали, что Мю во втором тайме переигрывает на поле, как сразу два кинжальных удара, где, в общем-то, повезло уже гостям, Рэйшфорд выдает передачу на Ферли, врываются манканьянцы в нашу штрафную, передача на Зунгу, удар выше ворот, пора бы нам над заменами задуматься, и здесь, наверное, Брюнель подуставший бросается в глаза, ну и, вот такой момент, да, Райс или Брюнель, Райс или Брюнель, Райс или Брюнель, но Эньеди, Эньеди бьет лучше, поэтому Эньеди пусть остается на центральном полузащитнике, Райс внизу, Гарсия, соответственно, выдвинутый плеймейкером, пусть пока остается, менять его на Стояновича мы не будем, Грасси подустал, безусловно, но в таком матче выпускать Стоянович, если честно, это некоторый риск, но мы все-таки это сделаем, Митчелл пока живой, Королев пока живой, менять их смысла я не вижу, так что, ну, выпускаем ребят, ждем от них хорошей игры, не больше Стоянович, Мости, Мости очень здорово обыгрывает, но в подкате у него игрок Манчестера все-таки мяч выбил, Майя и Райс зачем-то фалит, ну, зачем, дружок, футболист уходит просто в лицевую, зачем ты фалишь, зачем ты его трогаешь, конечно, назначен пенальти, ну, Райс виноват на 200% в этой всей истории, потому что, смысл трогать игрока, который бежит даже не к воротам, зачем его трогать, кому он помешал, Решфорд на точке, удар, 2-1, ну, вот так, вот так, и что тут скажешь, ну, вина полностью на Деклане Райсе, опытный футболист, большой мастер, по идее, который не должен так ошибаться, ошибается, просто детская ситуация, Энн Йеди прощает, мог сейчас восстановить статус-кво, ну, понятное дело, что отыграть, забить, там, три мяча за такое короткое время, Манчестер Юнайтед не сможет, один, как максимум, забьет, но этого не хватит, уже минута остается до конца, Решфорд подача, справляется Иван Молоча, ну, и в первом матче удалось одержать победу во втором, я думаю, что тоже удастся, во всяком случае, даже ничья нас уже пропустит в следующий раунд, следующий раунд, это раунд финальный, и там, скорее всего, Вестхэм будет нам противостоять, по-моему, они вели у Барселоны, в параллельном матче, я так бросал вот сюда взгляд, но все, наверное, сейчас звучит свисток, да-да-да-да-да, мы в финале Лиги Чемпионов второй год подряд, МЮ был переигран, ну, здесь разве что только благодаря пенальти, у них XG такой высокий, а так, МЮ переиграл нас на своем поле, но мы там смогли лучше реализовать моменты, ну, а здесь, в общем-то, у нас все было в наших руках, единственный момент был это пенальти, и неуверенная игра Райс, Райс был антигероем, можно сказать, ну, а дальше финал, действительно Вестхэм, наш будущий соперник в финале, 1-0, вот так там, один гол был забит в двух матчах вообще, мы хоть во втором матче немножко раскочегарились, три мяча на двоих выдали, ну, а Вестхэм вот во всей серии с Барселоной выдал всего один гол, и с Вестхэмом мы, кстати, играли в суперкубке Европы, и тогда Вестхэм у нас кровушки попил, я еще подумал, блин, какой жесткий Вестхэм, так этот жесткий Вестхэм выходит в финал ЛЧ, на минуточку, жестко, жестко, 12 миллионов получаем за участие в полуфинале, и за участие в финале мы тоже уже там получим очень и очень неплохой, так скажем, бонус, неплохой буст, друзья, надеюсь, что вы подпишетесь на телеграм-канал, кстати, там же под видео есть ссылочка с реквизитами для поддержки канала, сейчас Ютуб денежку не платит, поэтому если у вас есть желание, только по желанию, никого не заставляю, можете поддержать, ну и, конечно, конечно, сообщество ВК, где тоже много обсуждается, приглашаю всех, вступайте, будем вместе обсуждать и ваши сейвы, в том числе, и какие-то вещи, связанные с карьерой, и не только, потому что, мало ли, тем для обсуждения всегда хватает, в следующей серии, финал Кубка Италии, в следующей серии решится, выиграем ли мы, наконец, этот трофей, который нам не покорился, единственный трофей в Италии, который Наполе не покорился, кстати, ну и, наверное, через серию, увидим финал Лиги Чемпионов, ни много, ни мало, я бы, может быть, сделал бы одну серию, но мне кажется, два финала в одной серии, это прямо жирно-жирно, лучше мы разобьем, так будет, наверное, поинтереснее, в следующей серии узнаем, станем ли мы чемпионами, выиграем ли мы Кубок Италии, ну и, конечно, в завершающей серии, будет ясно, чем закончится Лига Чемпионов, ставьте лайки, подписывайтесь, всего вам самого доброго и хорошего, удачи, и пока-пока-пока-пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok